Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с письмами немецких солдат из сталинградского окружения. Не забывайте оценить видео и, конечно же, оставить свое мнение по данному материалу. Ну а мы начинаем. Письмо Ефрейтера Йозефа Нуллера, 15 января 1943 года. Дорогая Альмут, до сегодняшнего дня я еще не получил никакой почты от тебя. Это ведь невозможно, так как теперь почту не привозят, даже рождественскую почту до сих пор не доставили. Причины этого теперь, вероятно, известны. Мы лежим возле Сталинграда и в этом жутком холоде ужасно страдаем. Концы моих пальцев немного приморожены. Я не могу хорошо писать. Но я все же иногда дам о себе знать, чтобы тебя успокоить. Со времени моего отпуска у меня нет известий и от моих родителей. Но я надеюсь, что через четыре недели этот обман будет позади и что тогда будет более спокойно. В настоящее время здесь до проклятия трудно при этом холоде быть стойким мужчиной. Каждый должен сильно стиснуть зубы. Но и это время пройдет. На сегодня с сердечным приветом. Твой Йозеф. Письмо немецкого солдата своей жене. 15 января 1943 года. Моя дорогая, добрая Паула. Сегодня выдалось время написать тебе опять, моя дорогая Паула, несколько строк. Надеюсь, что ты и наши дорогие дети здоровы. У меня тоже все хорошо и я здоров. Мы находимся еще вблизи Сталинграда. Русские атакуют наше расположение каждый день большими силами. Дорогая Паула, такого я еще не видел. Многое уже пришлось увидеть и пережить, но такое – это сверх всего. К тому же еще холод и сильный ветер рвет лицо. Ко всему этому еще и голод, страшный голод. Только вечером нам дают поесть. Все съедаешь и потом, лишь через 24 часа, лишь вечером получаем опять еду. Дорогая Паула, я едва держусь на ногах. Нет сил. Дорогая Паула, надеюсь, что скоро это изменится. Все снабжение мы получаем по воздуху. Дорогая Паула, если бы только эта война кончилась и я смог бы, наконец, опять быть у своей дорогой жены и дорогих детей. Уже два года, как я не могу быть с вами. Два года. Очень долгое время. Кто бы мог подумать, что мы не сможем увидеться целых два года. Провалиться бы этой проклятой России. Мы в худшем положении, чем звери. Моя дорогая Паула, мы должны молиться. Тогда наш дорогой Господь нас не покинет и снова соединит нас здоровыми и счастливыми. Дорогая Паула, будем держать данное слово. Исходи, когда тебе позволит время в Вегенталь. И молись о том, чтобы мы скоро смогли встретиться здоровыми. Дорогая Паула, пошли мне немного поесть. Меня ужасно мучает голод. Если и сейчас мы почту не получаем, то потом мы все вместе получим наши посылки и все смогут опять наесться. Дорогая Паула, ты получил эти деньги, которые я тебе выслал в письме? Все 110 марок. Я мог бы опять тебе немного выслать, но не отправляют. Дорогая Паула, что делается в Вейлере и в округе? Теперь, моя дорогая Паула, самое лучшее пожелание, сердечные приветы, целует тебя сердечно твой верный Иосиф. Много приветов нашим дорогим детям Альвине и Йозефу. Письмо немецкого солдата своей жене. 16 января 1943 года. Моя сердечно любимая женушка. Во время сильного холода, бомбежки, пушечного обстрела, пишу тебе, моя девочка. Ничего больше не могу тебе писать, как несколько слов. Помоги мне, Боже, пережить это время, которое у нас здесь настало. Русские день и ночь наступают такими большими массами. Мы делаем все, чтобы их сдерживать, иначе мы пропадем в котле, в который мы здесь попали. В январе мы стараемся не терять головы и смелости. Надолго ли? Мы ждем освобождения. Нас сильно мучает голод. Жаль, что не получили рождественские подарки. Теперь вряд ли их получим. Уже несколько недель, как мы вообще никакой почты не получаем. Ах, моя любимая, когда мы опять увидимся? Как ты поживаешь? Ты еще вспоминаешь своего мужа? Ты еще здорова? Моя душенька, как я хочу тебя видеть. Привет матери и Дитеру. И ты, моя любимая женушка, прими много поцелуев и приветов от твоего мужа. Письмо немецкого солдата. 16 января 1943 года. Мои дорогие, хочу сегодня опять послать вам сердечное приветствие из морозной России. Уже в течение нескольких дней господствует здесь господин Мороз. Я думаю, что это ненадолго, так как всегда между этим были и легкие дни. По сравнению с прошлым годом, погода очень умеренная, ведь ниже 20 градусов не так часто. В общем, с погодой в этом году нам везет. Но это и большей частью и единственное везение. Мои родные уже давно не получали от меня писем. Вы уж меня извините. У меня действительно нет письменных принадлежностей. Теперь уже затруднительно отправить вам несколько строчек. Но о вас-то я не могу забыть, иначе вы будете слишком много беспокоиться. Когда наступят лучшие времена опять, вы будете засыпаны письмами. На сегодня я хотел бы попрощаться и пожелать вам и в дальнейшем всего хорошего. Ваш Фридрих. Письмо немецкого солдата своей жене. 17 января 1943 года. Моя любимая маленькая жена. У нас сейчас очень и очень неприятные дни. Я не знаю, когда этому будет конец. Может быть, свершится скоро большое чудо, и к нам придет помощь. Я еще здоров, и все еще не теряю надежды. Как ты поживаешь? У тебя сейчас, наверное, много забот. Ничего. Все будет хорошо, моя дорогая возлюбленная. Твой супруг. Письмо немецкого солдата своей семье. 17 января 1943 года. Воскресенье до обеда. 11.00. Моя дорогая жена и мои дорогие дети. Дорогая Лайда, теперь уже опять восемь дней, как я вам написал. Я бы написал вам еще на этой неделе, но здесь все так переполнено и мало места, чтобы написать. Я лежу теперь на своей кровати и пишу. Но плохо видно. Кто-то все стоит, заслоняя свет, то один, то другой. Во-первых, я и сегодня могу сообщить о своем наилучшем здоровье. Надеюсь, тоже и у вас, мои дорогие. Мои пальцы на ногах еще не совсем зажили. Есть еще нарывы. Когда один проходит, появляется новый. Но это не так страшно. Дорогая Лайда, я жутко голоден. Но надо еще 3-4 часа ждать. Тогда дадут литр жидкого супа, порцию 200 грамм хлеба и немного колбасы или масла. Это еда на весь день. Да, это нищета с едой и курева исчерпана. Дают только 3 штуки в день. Но надеюсь, что это здесь продлится недолго. Как ты поживаешь, моя любимая? Не будь такой печальной. Если это хочет Бог, все будет хорошо и мы увидимся здоровыми. Мои милые детки, как вы живете? У вас тоже холодно? Здесь теперь очень холодно. Дорогая Лайда, на сегодня кончаю. Я должен немного дров наколоть. В конце всего доброго. Много тысяч раз привет и крепкие поцелуи от твоего любимого Вилли, вашего любимого папочки. До свидания, если Бог этого хочет. Вчера вечером нам повезло. Фельдфебель нашей старой роты принес нам немного еды. Каждому упаковку сухих хлебцев, кусок настоящего хлеба, пол шоколадки и 10 сигарет. Я по-настоящему разок опять был сыт. Дорогая Лайда, теперь говорят, что котел окончательно открылся, значит скоро будет лучше. Пора ведь. Итак, спокойной ночи, мои дорогие. Письмо немецкого солдата, 19 января 1943. Мой дорогой брат. Наконец-то я опять имею возможность написать тебе несколько строк. Как у тебя дела сейчас? Не наступило ли затишье на вашем участке? К нам почта не поступает. Ты, наверное, знаешь, что это значит. Только авиапочта прибывает иногда. Таким образом, я и смог получить еще письмо, которое вы с Гертрудой написали совместно. Это, кстати, была последняя для меня почта. Как ты поживаешь? В любом случае, я буду бесконечно рад, если выберусь отсюда живым и невредимым. Но все должно быть нормально. Дорогой Оскар, если война закончится и мы оба вернемся домой здоровыми, тогда ты немедленно свяжись-ка с винным погребом. Ты, наверное, догадываешься почему. Я также думаю, что мы тогда будем иметь право провести честно заработанный приятный вечер. Ты там сидишь тоже на особо приятном клочке земли. Злые языки у нас утверждают, что вы там питаетесь только сыром из тюбиков и консервами из сардин. Так ли это на самом деле? На этом я должен закончить. Извини за почерк, передай привет своей жене от девери. Будь здоров и с сердечным приветом к тебе, твой брат Ферди. На этом сегодня все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всем пока, до новых встреч!